Делаю вам распаковочку. Гути. Что же там такое красивое, как вы думаете? А там очень красивый аксессуар брендовый. Очень я хотела себе такую вот симпатичную вещь, косметичку. Сейчас покажу вам, что там. Просто произведение искусства. Вот такое красивое зеркало. Вот так красиво оно выглядит. Гравировка Гуччи с двухсторонным. Такое тяжеленькое, весомое. На таком красивом бархатном постаменте. Сейчас открою вам его, покажу. Вот так вот оно выглядит. Двухстороннее зеркало. Тоже гравировка внутри. Очень симпатично, красиво выглядит. А сегодня мы пришли в My Lover Berry Tropical, который находится на проспекте Дзержинского. Это второе заведение проекта My Lover Berry. И посмотрите, какой у них красивый дизайн заведения. Очень симпатичная посуда. Красивые приборы золотые. Все очень выполнено мило. Мы заказывали ризотто с креветочками. Ризотто, кстати, мне очень понравилось. Рекомендую. Также я брала сезонный супчик. Сырный с курочкой. Тоже очень мне понравился. И десерт. Такой вот торт. Очень вкусный. У них, в принципе, все тортики всегда свежие и вкусные. Посмотрите, как у меня сейчас происходят мои ванные процедуры. У меня играет проектор. Я включила вот такой режим, такую музыку сегодня. Колокольчики. Жгупа Лосанта. Палочки священного дерева. В общем, у меня просто потрясающий релакс. И в ванной я обязательно раз в неделю провожу около 5-6 часов, чтобы максимально очиститься. Потому что вода очень хорошо энергетически очищает. И провести какие-то свои практики здесь. Так что, да, такие вот мы девчонки. Посмотрите, как красиво. Просто бомбически. Я не помню, показывал вам или нет, но обязательно сейчас покажу вот эту коллекцию для волос. Реконструкция называется. Это у нас бренд Альфа Паров. В принципе, такой доступный бренд. Покупала я этот набор, наверное, за, может быть, евро 60. Что-то такое. Для профессиональной косметики, для волос. Это, в принципе, хорошая цена. Здесь в наборе входит у нас шампунь реконструирующий, маска реконструирующая и масло. Я уже очень активно пользуюсь этой коллекцией. И мне безумно нравится вот это маслечко. Во-первых, такой приятный флакончик. Вот так открывается. Вот такой он. И мне безумно нравится. Он так дорого пахнет. Вот именно, знаете, вот не маслом, а он именно пахнет чем-то парфюмированным, таким дорогим. Как знаете, какой-то парфюм просто. И он такой прям запах унисекс. Как будто даже немножко мужской такой парфюм с деревом. Как будто потрясающе. Мне прям очень понравился. И когда вы, например, ваши кончики мажете перед выходом, такой потрясающий, дорогой аромат от волос, мне очень понравилось. Вот это масло, вы знаете, из всех профессиональных, которые есть. Ну, там Moroccan oil продается масло, да, разное там. Но вот это вот мне очень нравится соотношение цена, качество и аромат. Интересно. Я покупала этот набор вместе. Все, и когда вы покупаете вместе, то, конечно же, идет приятная цена. Поэтому страсть покупать все эти средства именно вместе. Потому что по раздельности получается как-то дороговато. По раздельности только одна вот такая маска стоит там в районе, не знаю, 35-40 евро. Поэтому одну маску покупать невыгодно. Маска для волос тоже реконструирующая. Здесь, кстати, ее немного. Не сильно такой большой объем. 200 миллилитров на мою длину волос. У меня волосы длинные. Но мне такой баночки хватит буквально на раз 6, к сожалению. Поэтому я не люблю вот почему покупать профессиональные маски. Потому что, ну, просто выкинутые деньги, да, в том плане, что выходит очень-очень дорого. Вообще, в принципе, на свои волосы я трачу ежемесячно очень много денег. Потому что у меня много разной косметики для волос. Накрашивание, ботокс для волос, да. Поэтому у меня много, в принципе, средств. Я каждый месяц что-то покупаю. Каждый месяц какой-то новый шампунь, какой-то новый крем для волос. Я покупаю лаки, я покупаю пенки для волос, я покупаю пудры для волос. Поскольку у меня есть Dyson, я люблю делать укладки. И, конечно же, укладочные средства различные стоят очень дорого. Вот, поэтому, ну, я думаю, что придется вложиться тоже в следующие, не знаю, несколько месяцев тоже в различные средства для укладки. Потому что я сейчас укладываю волосы, и, в принципе, мне нравится. Вот, дальше. Вернемся к шампуне. Тоже приятный аромат имеет шампунь. 250 миллилитров. Короче, серию эту я вам советую. Реально мне понравилось. В принципе, хорошие за эти деньги, которые я отдавала за этот набор. Мне все очень даже понравилось. Так, дальше. У меня очень много сейчас косметики. От Бабар появилась. Доктор Бабар косметика. Тоже довольно-таки дорогая. Но я для вас сделаю, наверное, отдельное видео по этой косметике. Потому что у меня целая коллекция, на которую мы потратили 700 евро. Поэтому очень много средств, которые вам нужно показать. Поэтому в этом видео я уже не буду ничего показывать. Просто вот две баночки у меня, две коробочки я сегодня, наверное, выкину. Поэтому просто покажу в этом влоге. Это антикуперозная сыворотка. Стоила она около 100 евро. Она двойная. Тоже про нее расскажу чуть позже. Она очень интересная. У кого есть купероз, будет круто. У меня нет купероза. Просто я для ровного цвета лица ее приобретала. Купероза у меня нет, говорю сразу. Поэтому не знаю, как она будет работать на людях, у которых есть купероз. Но покупала я для других целей. И вот такой вот пилинг тоже сегодня делала. В принципе, неделю уже тестирую эту продукцию, в которую мы вложились. И это капец, конечно. 700 евро потратили на косметику. Короче, очень много всего. У меня целый пакет Бабара. Вот. Я уже пользуюсь им около месяца, наверное. Может быть, полтора. Различными продуктами. Там много позиций. Так что сделаю для вас отдельное видео. В принципе, хорошая косметика для лица. Но довольно-таки дорогая. Очень дорогая. Особенно у нас. Там, если будете приобретать в Беларуси либо в Золотом Яблоке, в Беларуси, в России. Она стоит дорого. То есть, если в стране производства ее можно купить по цене практически в два раза дешевле, то, к сожалению, у нас таких цен нет. Конечно, если вы будете в Америке, то можно купить в Америке. В Америке она чуть подешевле стоит. Вот. И в Германии, естественно, потому что эта косметика производится в Германии. В Германии она тоже стоит гораздо бюджетнее, чем у нас. Поэтому, если есть возможность, то приобретайте в Германии. Вот. Потому что у нас реально, ну, вот просто одна вот эта вот вещь. 100 евро. Вот этот пилинг, по-моему, 75 евро. Короче, просто каждое средство около 100 евро. И это очень-очень вышло дорого. Вот. Так что будет классное видео про классный уход от косметики доктор Бабар. Вот. Так, у меня время ужина. Приготовила себе вот такой вот салат. Здесь просто микс салата Айсберг, рукола, вареные яйца. Дальше здесь вот этот вот тост я сделала посерединке, да. И в самой серединочке это вяленые томаты. Очень любые вяленые томаты. И также вот такие вот три треугольничка, тост с куриным паштетом, который делает моя бабушка. И также я еще немножечко посыпала кунжутом. Так что вот такой вот у меня будет полезный, вкусный ужин. Я ничем не заправляла, потому что вяленые томаты, они в принципе в масле. Там достаточно масла, поэтому мне в принципе достаточно. Можно, конечно, еще бальзамическим соусом это все полить, но я не хочу лишнего какого-то жира в салате. Я хочу просто салатных вот таких листьев, яйца. В общем, все сочно и красиво. Приятного мне аппетита. Я сегодня тут готовила очень вкусный суп. Уже наложила в тарелочку. И сейчас вам расскажу, что это за супчик. Это морковный имбирный суп-пюре. Очень вкусный. Готовится безумно просто. Вы просто берете лучок, обжариваете. Дальше на сковородочке, да, с маслицем. И в кастрюльке варите морковь. Туда добавляете, соответственно, зажаренный лук. Морковь можно не пассеровать, можно в принципе просто свежую. Добавляете немного свежего имбиря и специи на ваш вкус. И все. Я примерно варю 35 минут. Затем вбиваю блендером. Все. И наверх я положила немножко сметанки. Мне очень нравится им на такой вкус. Вы можете на свое усмотрение. Этот суп универсален тем, что его можно кушать деткам тоже, в принципе, да. То есть это полезный суп. Здесь минимально зажарки. Вот. Здесь нет ничего вредного. То есть я почему не люблю супы в целом? Потому что, ну, многие, да, супы не люблю. Люблю только крем-супы, потому что там очень много идет зажарки. Я такое не люблю. Вот здесь зажаренный только лучок. Поэтому это очень полезно. Так что приятного мне аппетита. Немножко вам покажу творческого процесса. Как я сегодня писала вот эту пальму. Красивую, замечательную. Маслом я ее писала. На самом деле как-то вышло долговато. Около 8 часов я на это все потратила. Ну, где-то, да, наверное, так. И еще она не закончена. Я сейчас буду приклеивать вот эти ракушки клеем. Возможно, уже завтра, потому что сейчас уже около 3 часов ночи. Поэтому, да, расскажу, чем я вообще пользуюсь, когда я пишу картины. Я люблю это делать на холстах. Это у меня холст такой небольшой. Дальше вам, конечно же, понадобится масло. У меня вот такое вот масло для красок. Да, дальше сами краски. Тоже масляные. У меня вот такой бренд. Есть еще вот там вот коробочка тоже. Вот такие вот различные масляные краски. Я люблю именно маслом писать. Акварелью как-то не очень. Мне нравится работать с маслом. Вот здесь вот я вот все смешивала. Это тоже еще одна баночка масла. Там дальше лежит огромная такая белая. Это именно белый оттенок. Потому что, когда вы покупаете вот такие набор, здесь есть белый. И он такой, ну, прям маленький тюбик. А белым нужно вот так вот смешивать все цвета, да, разводить. Поэтому белый всегда берите отдельно. В большом тюбике он вам обязательно понадобится. Ну, это, в принципе, знают все. И я привезла вот такие вот ракушки. И я хотела сделать именно какую-то работу с ракушками, чтобы можно было их использовать, чтобы это была какая-то морская тематика, зелень, море. В общем, короче, я вот так вот увидела эту картину. Так что, да, вот такая вот у меня получилась работа. Завтра, наверное, уже доклею все это. И уже как раз она подсохнет. И я ее смогу поставить на полочку. Вот так вот. Смотрите, какие красивые ракушечки. Прям все-таки я собирала сама в Сиде. В Сиде в Турции. Посмотрите, какие красивые. Тут мы с мужем вместе собирали. Есть еще вот такие ракушки. Но я больше все-таки люблю такие ребристые, очень красивые ракушки. Я их все сюда поместила. Прям в Сиде, кстати, очень много всегда ракушек. На пляжах мне нравится там их собирать. Потому что в Алане как-то ракушек поменьше. Может быть, это в Махмутлаве бывают иногда. Но, если честно, маловато ракушек. Все-таки вот прям в Сиде их очень много. И мне это нравится. Вот такая вот получилась у нас работа. Сейчас я вот так встану вам показать. Такая вот махнатенькая, красивенькая пальмочка. Прям еще вот видите, за счет масла она так играет цветами. И мне это нравится. У меня есть еще вот эти мои работы. Это единственные, которые я оставила из всех. Потому что несколько работ я просто выкинула. Мне они не нужны. И вот оставила самые такие любимые. Это девушка с такой вот розой на голове. С таким пионом. Дальше абстракция и фламинго. Там еще за фламинго стоит еще одна картина. Но, возможно, я тоже от нее избавлюсь. Потому что она не совсем подходит по стилистике вообще в этот интерьер. Но, собственно говоря, скоро эти картины переедут на стены. Я уже заказала специальное, типа, как крепление такое двухстороннее для них. И я пока не знаю, куда я поставлю новую картину. Возможно, она переедет вот на это место. Посмотрим. Хотя тоже она, честно говоря, по цвету не подходит вообще абсолютно по стилистике. Но мне очень хочется, чтобы она тут тоже была. Так, покажу вам результат. Я уже повесила на эту стенку фламинго. Красота. Так что уже все закреплено красивенько. Люблю прямо эту работу. Она такая нежная у меня получилась. Писала я ее где-то примерно два года назад. И вот, наверное, из всех моих работ это самая любимая. Не знаю почему. Мне кажется, она максимально нежная, красивая. Она такая объемная, да. То есть смотрится очень объемно вот этот пион в виде головы, волос, так скажем. Да, то есть очень интересная работа. И я ее очень люблю. Здесь, кстати, не совсем видно, потому что все-таки немного отсвечивает. Но очень красиво смотрится вот эта серебряная поталь. Просто потрясающе. И на вот эту стену тоже добавила рамочку в виде сердечка. Фотографии еще сюда не ставила. Это фотографии, в принципе, которые были из другой рамочки старые. Вот. Нужно будет распечатать и вставить. Потому что у меня нет фотографии. Я не печатала. Поэтому нужно будет напечатать и красивенько вставить сюда. Наверное, хочу все-таки не себя, если честно, сюда вставлять. А фотографии своей семьи. Мне так хочется больше. Хочу распечатать фотографии своей бабушки, дедушки. В общем, сделать что-то красивенькое здесь. Что мне будет всегда напоминать. Это над рабочим столом зона. Поэтому мне хочется все-таки, чтобы здесь была моя семья. Вот. Так что так вот красивенько все получилось. Очень нежненько. Красиво. В общем, мне кажется, очень уютно получилось. И все это я крепила на вот такой вот двухсторонний скотч. Его можно заказать на Валперис. Просто пишите двухсторонний скотч. И это такая, знаете, вот такая силиконовая лента, которая клеится на стену. Потом снимается спокойно. То есть вы не испортите ваши обои, ваше покрытие. Можно все что угодно клеить на эту ленту. И написано, что она многоразовая. Вот. Я заказала. И будет очень удобно вешать. И также у меня есть еще одна большая рамка, которая переедет уже на другую стеночку. Но пока я тоже там ничего не распечатываю. Поэтому пока я ее не буду вешать. Когда уже распечатаю фотографии на днях, то уже повешу. И будет красивенько и уютно.